Сам Сэн Сэхи Гаона обычно приводит в трепет неподготовленную публику своими невероятно натренированными кулаками. Твердость его рук, пожалуй, не уступает самому граниту. Практически каждая часть его додзю превращается в тренажер для отработки ударов кулаком, локтем, ребром ладони. Трилище завораживающее и устрашающее. Трилище завораживающее и устраивающее и устраивающее и устраивающее. Затем предплечье. Также можно использовать большую палку, но вначале, пока не привыкли, такие снаряды лучше не использовать. Это хорошо укрепляет тело. И главное дыхание. Мощное, прямое, как будто вы делаете удар и выдыхаете. Мощное, прямое, как будто вы делаете удары. Трилище завораживающее и устраивающее и устраивающее и устраивающее. Стоит доверия сextÓр празднования. Трилище завораживающее и устраивающее и стану. на официальные церемонии. И тогда Мияги поставил вместо себя сенсей Синдзату. Он был большим и очень сильным, даже по меркам тех дней. А надо сказать, в те времена четвертый дан — это как шестой-седьмой дан в наше время. А обладатель первого дана считался тогда очень сильным бойцом. Современный четвертый дан не смог бы победить сюда на тех дней. Вернувшись домой на Окинаву, он сказал, что в Японии много борцов и разных школ, разных стилей дзюдзюцу. Сможет ли Окинавская кэмп встать с ним наравне? У нас в трактате Бу-Би-Си в разделе «8 изречений кэмпа» есть третья строка — «Хого дзюдонто» — методы специальных жесткого и мягкого дыхания. Поскольку и силу, и скорость дает дыхание, решено было эту строку сократить до «Годзю». Тогда же и решили. А давайте дадим название нашему стилю — «Годзюрю». В 8-м году Сёва, 1932 год, Гёта, в Дворце боевых искусств Будо Кудэн, стиль представили общественности. Тогда Мияги Тёдзюн и решил, что если уж кто-то и спросит, как называется наша школа, говорите «Годзю», а так просто кэмпо, кулачный бой. В названии «Годзюрю» заключен контраст, и теперь весь мир знает нашу школу под этим названием. «Годзюрю» и «Годзюрю» — основные понятия стиля. Каждое движение можно делать твердо или мягко. Если блокировать прямой удар в голову или корпус, это жесткость «Го». Если словно резьба, поворачиваем корпус, это мягкость «Дзюрю». Ломающие болевые приемы — это «Дзюрю». Даже один палец можно схватить, сжать и повернуть. Это тоже «Дзюрю». Все это и есть мягкость «Дзюрю». Некоторые движения могут сочетать в себе «Годзюрю». Жесткость и мягкость в приемах переходят друг к другу. Мягкость становится жестким и наоборот. Как вдох и выдох. Перетекая, не тратя энергии и переходя в атаку. Это мягкость. Кота «Тэнсё» развивает «Дзюрю». Кота «Санчин» — твердость «Го». А «Тэнсё» — мягкость. Так мы и тренируем жесткость через «Санчин», а мягкость через «Тэнсё». Раньше для появления на свет кота умирало много людей. Кота были созданы в глубокой древности на основе глубокого боевого опыта. Опыта боя один на один. Боя с животными или между животными. Движения кота возникали как моление духа усопшего при похоронах. Много людей было принесено в жертву в процессе создания кота. Раньше люди убивали друг друга, чтобы покушать или отобрать чужое. Поэтому старые кота — это объединение нападений и обороны. Наиболее эффективные приемы собирались в кота. Таким образом, кота — сконцентрированная истина, правда боя. «Санчин» — пожалуй, самая старейшая кота. Может быть, она существует со времен Батхитхармы. В 1940 году по инициативе губернатора префектуры Окинава был сформирован комитет, в состав которого вошли видные мастера каратэ того времени. Перед комитетом стояла задача — разработать базовые кота-каратэ, рассчитанные на обучение школьников. Мастера представили плоды своих трудов, основными авторами которых были Тетзюн Мияги и Нагаминес Сюсин. На рассмотрении членов специального комитета по июне 1941 года, после обсуждения два кота — фу-кю-кота, массовые кота, были приняты комитетом. Первое кота было создано Гамине, оно было наиболее простым и получило порядковый номер один. Второе кота, авторство которого принадлежало Тетзюну Мияги, получило порядковый номер два. В настоящее время фу-кю-гата-ичи изучается в школе Муцубая-сирю, фу-кю-гата-ни, Мияги Тетзюн переименовал Гекисайда-ичи, разработал методику его преподавания и бункай и включил программу Годзюрю. Окинавы — мирное место, а многие составляющие боевых искусств опасны, поэтому многие учителя желали, чтобы они не были открыты, чтобы их не показывали, прятали от посторонних. Много существует наставлений о тайных техниках, но их никому нельзя показывать. Канрио-сенсей говорил так, «Поскольку ты занимаешься боевыми искусствами, сразу никому не показывай». Если кто-то мне рекомендовал этого человека, как честного и искреннего, то я мог показать, но, как правило, никому не показывал. Так делал и Канрио-сенсей, и многие другие учителя. Это сейчас, конечно, в моде — попасть в Додзю и в рамках образования увидеть всё. А вот раньше, если у человека был плохой характер, пусть он хоть буси или самурай, показывать не будут. И Канрио-сенсей, и Мияги делали так. Вот если ты телохранитель, тогда покажем всё. Ведь тут в чём дело? Если обучаешь человека, то даёшь ему оружие. А если это плохой человек, не надо так делать. Поэтому настоящее Будо, Будзюцу, показывать не стоит. Это настоящая причина того, почему Будо скрывалось. Поэтому его невозможно показывать по телевизору. Даже словами невозможно его объяснить. Но всё равно, даже если тебе показали и объяснили, тебе необходимо тренироваться. Окинавское карате всё больше становилось достоянием общественности. В 1930 году Мияги впервые включает в свою программу преподавания свободный спаринг. Правда, вскоре он отказывается от этой идеи вследствие многочисленных травм. В дальнейшем на тренировках отрабатывается Еку-соку-кумите и Кокея. В 1933 году карате было зарегистрировано как боевое искусство в Дайни-хон Будо-кукай. В 1934 году Мияги назначают Дзюнингин, член постоянного комитета Окинавского отделения этой организации. В 1933-1935 годах Мияги-сенсей выступал с показательными выступлениями в Киото. Ему ассистировал Дзюой Йоги. В декабре 1935 года при университете Ритсумэй-кан Киото был официально зарегистрирован исследовательский клуб карате. Вторая мировая война оказала своё печальное влияние на развитие карате. Годзюрю потеряла такого замечательного мастера, как Дзинан Синзату, которого Мияги рассчитывал делать своим преемниками. 10 октября 1944 года 58-я армия США при поддержке 85 кораблей, среди которых было 7 авианосцев, атаковала Окинаву. Это был дождь из бомб, которые превратили цветущий остров в огромные выжженные кладбища. Многие выдающиеся мастера и ученики погибли. Бесценные архивы и документы сгорели в огне. После войны развитие карате пошло стремительно, и в первую очередь это сказалось на спортивной составляющей, активно продвигаемую как японским карате, младшим братом окинавского карате, так и самим временем. Создавались всё новые и новые организации, придумывались правила, и в конце концов даже окинавское карате не могло уйти от влияния времени. Но история традиционного окинавского карате не закончилась. Пока такие мастера, как сенсей Мориухи Гаона, каждый день заходят в зал, чтобы старые традиции продолжали жить и сегодня, можно быть уверенным. Мир не потеряет настоящий дух окинавы. Мир не потеряет настоящий дух окинавы.